Здравствуйте, меня зовут Тулаевна Нолошкиреевна, я преподаватель математики в Октябрьском высшем политическом колледже. И наша сегодняшняя тема – стереометрия, аксиомы стереометрии. Цель урока – это ознакомить с основными аксиомами стереометрии. План урока – первое – введение в стереометрию, второй пункт – аксиомы стереометрии, третий – следствие из аксиом. Стериометрия изучает свойства фигур в пространстве. Слово «сериометрия» происходит от греческих слов «стерес» – объемные, пространственные, и «метрио» – значит «мерить». Основные фигуры – это точка, точка, прямая и плоскость. Наряду с основными фигурами мы будем рассматривать геометрические тела и их поверхности, такие как куб, параллелепипед, призма, пирамида, а также тела вращения, такие как шар, сфера, цилиндр и конус. Вот в первом случае, как вы думаете, какая это фигура? В данном случае розовая фигура – это у нас куб. Следующее – это у нас тело вращения, шар, а также конус. Для обозначения точек, как и в планиметрии, используются прописные латинские буквы. Прямую обозначают одной строчкой латинской буквы или двумя прописными латинскими буквами. Плоскость стереометрии обозначает греческими буквами, например, как альфа, бета, фи, гамма и так далее. На рисунках чаще всего плоскость изображают в виде параллелограмма, но следует понимать и представлять себе данную геометрическую фигуру как неограниченную во все стороны. Значит, в данном случае вот у вас изображен параллелограмм, это не говорит о том, что у вас плоскость наканчивается именно в его сторонах. Нет, вы должны ее представлять себе неограниченную со всех сторон. При изучении в курсе стереометрии геометрических тел пользуются их плоскими изображениями на чертеже. Изображением пространственной фигуры служит ее проекция на плоскость. В данном случае мы изобразили конус. Изучая свойства геометрических фигур, воображаемых объектов, мы получаем представление о геометрических свойствах реальных объектов, их форме, взаимном расположении и так далее. И можем использовать эти свойства в практичной деятельности. В этом состоит прикладное значение геометрии. Геометрия, в частности сериометрия, широко используется в строительном деле, архитектуре, машиностроении, геодезии, во многих других областях науки и техники. Примеры в природе. В первом случае это кристаллы, во втором это книги, в третьем это пчелиные соты. Это все фигуры, то есть их множество, но в данном случае я привела пример до кристалла. Это можно здесь представить как прямоугольную призму. В следующей книге также прямоугольная призма. И пчелиные соты это у нас шестиугольная призма. Итак, основные свойства точек прямых и плоскостей выражены в аксиомах. Существует множество аксиом в стереометрии. Сегодня мы рассмотрим три самых основных. Итак, мы переходим ко второму пункту аксиома стереометрии. Первая аксиома это через три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и при этом только одна. Вот, у вас три точки А, В, С, которые не лежат на одной прямой, проходит через нее плоскость, и при этом только одна. Самый простой пример к первой аксиоме из повседневной жизни это табурет с тремя ножками, который всегда будет стоять идеально. А табурет с четырьмя ножками бывают проблемы с устойчивостью, если ножки стула не одинаковы по длине. Ну, в данном случае, если прочитать, то вначале непонятно, но на самом деле все очень просто, потому что вот у нас, получается, если поверх смотреть, сверху, то у нас вот, вот у вас стол, вот у вас стол получается, и три его ножки внизу. Вот, если вы видите, что они не лежат на одной прямой, эти точки, то есть, конечно, два из них вы можете расположить на одной прямой, но третью никак. Из-за того, что они все три не могут лежать на одной прямой, стул всегда будет устойчивый. А четвертую ножку, куда угодно вы ни поставили, она тоже будет, ну, как бы, ее можно повесить так, что она будет висеть в воздухе, вы можете ее совсем длинной сделать, или совсем короткой сделать. Но так как у вас три ножки, которые не лежат на одной прямой, ваш стул будет стоять устойчиво. Аксиома вторая. Если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой плоскости. Вы должны помнить, что прямая имеет множество точек. Она сама прямая, вообще-то, состоит из точек. Так вот, если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки этой прямой лежат в плоскости. Значит, вы любую здесь можете поставить точку, например, С, и она тоже будет лежать в этой плоскости бета. Итак, очень важное здесь обозначение. В данном случае, это точка А принадлежит той плоскости бета, точка Б принадлежит той плоскости бета, прямая А принадлежит плоскости бета. Итак, следствие из аксиома 2. Если прямая не лежит в данной плоскости, то она имеет с ней не более одной общей точки. Если прямая и плоскость имеют только одну общую точку, то говорят, что они пересекаются. Чтобы это представить, вы можете взять бумагу и проткнуть его ручкой. В данном случае прямая не лежит на вашей бумаге, но она с ней пересекается в одной точке, в точке, где она ее проткнула. Итак, аксиома 3. Если две плоскости имеют общую точку, то они имеют общую прямую, на которой лежат все общие точки этих плоскостей. Самый простой пример, как аксиома 3 из повседневной жизни, является пересечение двух смежных стен, стен комнаты. Итак, вот у нас плоскость бета, это у нас плоскость гамма, и вот лежит у нас прямая, ну, получается общая точка, например, скажем, А. И вот через эту точку, если вы проведете прямую, то она будет общей для этих двух плоскостей. Следствие из аксиом. Через прямую и не лежащую на ней точку проходит плоскость, и при том только одна. Через прямую, вот у вас прямая А, прямая А, и не лежащую на ней точку, вот не лежащая точка М, проходит плоскость, и при том только одна. Итак, как вы думаете, к какой аксиоме это относится? К аксиоме 1. Так как в аксиоме 1, вы помните, у нас есть что? У нас есть две точки, а, три точки, которые не лежат на одной прямой, которые не лежат на одной прямой, через которых можно провести плоскость. Следующая теорема это через две пересекающиеся прямые проходит плоскость, и при том только одна. Вот у нас А и Б прямые, они пересекаются с точки М. И вот через две пересекающиеся прямые проходит плоскость, при том только одна. Итак, задача. Назовите плоскости, в которых лежат прямые ПЕ, ПК, МК, ДБ, АБ, ЕС. Вот, ПК. Первый у нас ПЕ. Давайте я его здесь покажу вам. Вот у нас ПЕ. Как вы понимаете, эту ПЕ можно продолжить. Так как нам говорят прямые, не отрезки, вы ее можете продолжить. Вот она. Вы можете продолжить вверх и вниз. И давайте подумаем, в какой она плоскости лежит. Она лежит у нас, как видите, на плоскости А, Д, Б. Кстати, это у нас фигура пирамида. Вот, можете посмотреть. У нас прямая ПЕ лежит на плоскости А, Д, Б. Или А, Б, Д. Как вы хотите. Следующая. Прямая ПК. Вот у нас прямая ПК. Вы можете также ее продолжить, если нужно. Но в данном случае вам не нужно продолжать. Как вы думаете, в какой плоскости она принадлежит? Я думаю так. Она принадлежит плоскости ДЕЦ. Итак, давайте проверим. Да, все правильно. ПК у нас принадлежит плоскости ДЦЕ. Следующее. МК. МК у нас. Вот оно. Прямая МК. Какой плоскости она принадлежит? Принадлежит она плоскости Д, Б, С. Проверим. Д, Б, С. Ну или Б, С, Д. Также на свой вкус. Дальше. Д, Б. Прямая Д, Б. Вот я ее вижу. И я хочу сказать, спросить перед тем, как сказать. Попытайте удачу и угадайте, какой аксиоме она относится. Про какую аксиому я скажу? Я надеюсь, вы правильно отгадали. Это аксиома третья. Про общую точку, скажем так, общую точку двух плоскостей и прямую, на которой лежит эта точка. Например, в данном случае это... Извините. В данном случае это у нас точка М. Так, точка М. И вот у нас М лежит на прямой Д, Б. Лежит на плоскости, на двух плоскостях А, Д, Б и Д, Б, С. По аксиоме третьей. Итак, следующее. Е, С. Ну, у нас здесь Е, С. Вот у нас получается прямая Е, С. И она принадлежит плоскости А, С, Б. Так, А, мы забыли про А, Б, да? Так, стойте. А, Б. Вот у нас прямая А, Б. Можно сказать, что она принадлежит двум плоскостям А, С, Б или А, Б, С и плоскости А, Д, Б. Давайте я другим цветом обозначу эту плоскость. Вот так возьмем. Назовите точки пересечения Д, К с плоскостью А, Б, С. Ищу Д, К. Вот у меня Д, К. С плоскостью А, Б, С. Вот у меня плоскость внизу лежит А, Б, С. Я вам говорила, что прямые можно продолжать. Это не отрезки. Мы берем, продолжаем прямую Д, К. И я вижу, что она пересекается в точке С. Значит, Д, К пересекается с плоскостью А, Б, С в точке С. Назовите точки, лежащие в плоскости А, Д, Б и Д, Б, С. А, Д, Б. Это где у нас? Вот А, Д, Б. А, Д, Б и Д, Б, С. Давайте синеньким возьму. Д, Б, С. Вот у нас две плоскости. И давайте посмотрим, назовите точки, лежащие в плоскостях. То есть нам не нужны те точки, которые принадлежат к необщей точке. Нам просто спрашивают, какие точки. И там, и там, и там. И там, и там. Общие. Не общие в данном случае. Значит, у нас точка П в данном случае лежит в этой плоскости. А, Д, Б. У нас точка М есть общая. У нас есть еще точка К. Мы можем еще Д взять, если хотите. Б взять. Да, Б. Е взять. А, С. Ну и все, вроде-ка. На этом все. Спасибо за внимание. Ах, давайте еще раз посмотрим на красивые анимации.